благими намерениями вымощен путь в ад здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды недавно один из моих подписчиков скинул мне ссылку на ролик одного из монахов вот в этом ролике монах к сожалению не знаю его имени рассказывает о том что иудаисты со всего мира молились 21 февраля 2021 года ровно в 18.00 по израильскому времени по всем по всему миру молились за грядущего царя которого они ждут так называемого машиаха и монах как раз заявил о том что надо молиться как бы богу чтобы не было вот этого маша х он считает что вот этот машах это будет антихрист и вот недавно посмотрел тоже ролик анна мусан леви есть такая семья мусан леви то есть они живут в иерусалиме на так называемой святой земле на записывают ролики долгое время работала на телеканале спас я поначалу друзья смотрел вот эти ролики было интересно а потом я смотрю как-то ну вот нет благодати что ли от них не могу объяснить короче говоря они какие-то экскурсии показывают вот такая развлекуха или вот как-то вот понимаете говорят о понятных вещах всем всем понятных вещах и я постепенно отписался от этого канала но мне стало неинтересно просто это я думаю это мало кому интересно но тем не менее ли люди подписываются как говорится каждому свое и вот сегодня я посмотрел ролик анны мусан леви в котором она вместе со своим мужем они заявили о том что вот это вот как бы молитва за машиаха это все делают так называемые хаббатники так скажем последователи хаббат любавича так называемой синагоги и якобы что вот эти вот хаббатники к евреям такое опосредованное отношение имеет то есть ортодоксальные евреи как бы не воспринимают их всерьез как бы вроде вот как бы все это ерунда я посмотрел внимательно этот ролик и пришел к следующим выводам друзья вот то что произойдет в будущем в мире можно сравнить извините с футбольным матчем я в свое время очень увлекался футболом играл даже против профессиональных игроков даже бывало забивал голы им всякое бывало как говорится и друзья вы знаете мне вот представилась такая картина вот если сравнить этот мир до в том числе и духовный с футбольным матчем это знаете как получается сидят два тренера с одной стороны бог до тренер с другой стороны сатана у каждого будут команды одну из команд поведет русский православный царь а другую команду поведет антихрист так называемый машах которого так ждут евреи они все ждут поверьте мне что произойдет дальше с обеих сторон идет противостояние даже болельщики понимаете вот болельщики это по сути верующие люди с одной стороны то есть кто-то болеет за команду сатаны а с другой стороны кто-то болеет за команду бога и люди болеют поддерживают то есть как можно поддержать молитвой то есть команда сатаны 21 февраля получила огромную поддержку а что происходит как болеют за команду царя друзья я вам расскажу недавно тоже вот то есть 23 января 31 января не так давно так скажем ну чуть больше месяца алексей навальный вы вывел на улице толпы людей которые скандировали в том числе долой царя я снимал об этом ролик понимаете прямо вот люди скандировали с уверенностью так долой царя я понял что это не против путина они вот может быть думают что против путина кричат самом деле путин же не царь он никакой не царь они кричат на самом деле против будущего царя это вот своего рода антимолитва прилетели к нам горячей москвичи судью на мыло как говорится вот примерно то же самое и друзья понимаете наша задача сегодня да и каждый день в принципе молиться за грядущего царя то есть принципе русский верующий православный человек как должен начинать свой день с молитвы чтобы этот день прошел как говорится по маслу как нож сквозь масло прошел в конце дня вечером русский православный человек обращается к богу к отцу нашему небесному господи прости наших предков за твое предательство и убийство царской всей царской семьи господи прости наших предков господи прости нас грешников господи дай нам царя мать вот вот так должен жить русский православный человек мне тоже видится как раз вот эти вот футбольные команды да вот это войско по сути будет войско антихриста и войско царя это как команды будут и обе команды это вот антихрист будет нападающей одной команды царь православный будет нападающей другой команды в каждой команде есть люди кто защищает свои ворота и кто атакует чужие ворота понимаете но вот антихрист и царь это так сказать люди которые ведут вперед свои команды понимаете конечно так сказать как и в футболе вот в этом противостоянии большую часть большую часть будет решать так сказать противостояние наших тренеров бога и сатаны понимаете о так же как и в футболе футболе тоже 90 процентов игры зависит именно от тренера и лишь 10 процентов от команды царя эти ну и еще немного немного но тем не менее это тоже важный фактор зависит как раз от болельщиков которые смотрят за этими футбольными матчами то есть болельщики на данный момент вот это мы все с вами верующие люди я еще задумался знаете на чем в грядущее противостояние будет очень страшным потому что такого противостояния в принципе но никогда не было в этих машин в таких масштабах понимаете было конечно это противостояние очень будет похоже на так называемые крестовые походы помните когда крестоносцы воевали с мусульманами за святую землю вот примерно то же самое будет только гораздо больших планетарных масштабах то есть и те и другие и евреи как говорится и иудаисты и православные они будут уверены своей так сказать правоте что они все молятся за бога но на самом деле одни молятся сатане понимаете и ждут антихриста другие молятся богу и ждут православного царя вы понимаете в чем трагедия и война будет беспощадная беспощадная никто не знает никто не знает хочу обратить ваше внимание где царь где антихрист они где-то сейчас ходят рядом с нами мы возможно даже их видим но мы не понимаем что это именно они они готовятся я уверен в этом и антихрист готовится и русский православный царь готовятся они не сидят без действия так скажем они готовятся готовятся к предстоящему матчу к этой великой вселенской войне только вот знаете в чем различие вот еще такая мысль промелькнула евреи но я немножко изучил этот вопрос тоже они понимаете они будут выбирать своего маша ха из нескольких претендентов наиболее одаренных умных там знающих священное писание там безгрешных и так далее они будут выбирать посмотрят то наиболее отдаленный безгрешные и выберут его русский православный царь скорее всего вот я как смотрю на нашу страну это будет грешный человек понимаете может быть даже и без образования как ни странно маша будет там не знаю с двумя с тремя высшими образованиями и так далее. А русский православный царь, как ни странно, возможно, даже будет без образования. И грешник. Понимаете? Вот в свое время к евреям пришел Сын Бога. Иисус Христос. И они не приняли его. Понимаете? Иисус Христос пришел во имя Бога. И евреи распяли его. Сейчас придет Машиах. Тихрист. Свое имя, так сказать. Евреи примут его. Он в этом трагедии еврейского народа. Вот поэтому, уважаемые евреи, я вас и не считаю отныне Бога избранным народом. Свою Бога избранность вы потеряли в первом веке от Рождества Христова. А русский народ все-таки, я считаю, русский православный народ это Бога избранный народ. Хотите верьте, хотите нет. Да, мы отказались от Бога. Мы предали царя. Убили всю царскую семью. Это страшнейший грех. Но мы в этом начинаем каяться. Каяться. И мы просим у Бога дать нам русского православного царя. И мы победим вас. Хотите вы или нет. Друзья, хочу подвести итог данному видео. Не надо молиться, чтобы не было Машиаха. я в это не верю. Как говорится, антимолитва не действует. Но хочу обратить ваше внимание, что за русского православного царя, безусловно, надо молиться. Если вы верите в Бога, надо молиться. Так же, как и евреи, иудаисты верят Машиаха, они за него молятся. Будет и антихрист, будет и царь. Это все предсказано, это все будет. Хотите вы, не хотите. Но мы можем, так сказать, приблизить это время с помощью своей искренней молитвы. Вот так, друзья. И еще последняя мысль тоже. Понимаете, вот я посмотрел ролик как раз монаха вот этого, и в этом ролике видно, что евреи, они все молятся, так сказать, вслух. Понимаете? Я обратил внимание в свое время, что я никогда вслух не молюсь. Никогда. я молюсь мысленно. Почему? Потому что Бог и ангелы слышат наши мысли. Они понимают не только наши мысли, но и, так сказать, позывы души. Вот о чем я недавно говорил, духовное зрение. У Бога и ангелов есть духовное зрение, в отличие от большинства из нас. Понимаете? У сатаны это зрение и бесов оно отключено. Они ничего не видят. Понимаете? Они только слышат наши слова. Вот именно поэтому евреи и молятся вслух. А мы молимся про себя. Понимаете? Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось видео, или дизлайки, если не понравилось. ваше право, как говорится, Бог вам судья. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.